МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В горах ночью до плюс шести, а днем до плюс двадцати. В Черкесске сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, а днем 25-27 градусов тепла. 15 сентября в эфир выйдет очередной выпуск программы «Горячая линия». Чему на этот раз будет посвящена программа? На какие вопросы будут отвечать приглашенные специалисты? Об этом прямо сейчас ответит автор и ведущий программы Руслан Корпмазов. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и пришел сегодня к нам в гости. Руслан, 15 сентября выйдет очередной прямой эфир. Твоя программа, где наши телезрители задают вопросы в прямом эфире. В этот раз твоя программа будет посвящена, насколько я знаю, 95-летию Роспотребнадзора. Что люди, как ты думаешь, в первую очередь захотят узнать? Ну, любая программа, любая тема на нашем телеканале формируется из личного общения с зрителями. И вот они сказали, давайте пообщаемся с Роспотребнадзором, потому что есть несколько вопросов, которые людей интересуют. В частности, вот главный вопрос, который часто звучит, почему до сих пор в 21 веке существуют тараканы, как с ними бороться? Потому что в многоэтажках это актуальная проблема. Те химикаты, которыми люди используются, пользуются, мне кажется, они больше людей травят, чем тараканов, их вывести невозможно. Куда надо пожаловаться и как использовать ресурсы Роспотребнадзора для того, чтобы бороться с этой напастью. И многим зрителям кажется, что Роспотребнадзор – это прежде всего защита прав потребителей, когда купил там не тот сотовый телефон или не тот утюг, и надо идти жаловаться. Но 95 лет назад, когда создавалась эта структура, она создавалась как служба санитарных врачей, которые боролись с болезнями инфекционными и прочими на территории нашей Карачаева-Черкесии. И хочу сказать, вот в 30-е годы, благодаря нашей санитарной службе, смертность Карачаева-Черкесии от инфекционных заболеваний была снижена в 30 раз. И сейчас многие болезни, конечно, побеждены, но кое-где они проявляются, потому что в Карачаево-Черкесию приезжают нелегальные мигранты, наши жители с ними тесно контактируют не только в быту, но и даже создают семьи, но и от этого получаются всякого рода болезни. И вот сотрудники Роспотребнадзора расскажут, как вести себя в этой ситуации. Я знаю, что всегда у тебя в заготовке твои собственные вопросы. О чем будешь спрашивать? Меня будет интересовать вопрос, вот эта инфекция Коксаки, которая на турецких курортах развивалась, и которую струбили на всю нашу страну, дошла ли она в Карачаево-Черкесию, и стоит ли сейчас в начале учебного года ожидать вспышку инфекции, потому что все дети пошли в школу. И другой вопрос, очень интересный, который очень долгие годы в Карачаево-Черкесии обсуждается в народе, это влияет ли наша обсерватория, в частности Ротан-600, на радиационный фон в Зеленчугском районе. Почему? Потому что многим кажется, что всякие болезни у людей, только потому что они вовремя не обращаются к врачам, только из-за этой Ротан-600, и поэтому мы даже выедем и будем делать замеры. Я думаю, это очень интересно будет, и раз и навсегда мы поставим точку о том, что надо это все обсуждать. Ну что же, я благодарю тебя за беседу, и наши зрители будут вас смотреть 15 сентября. Да, пусть звонят и общаются с нашими гостями. Во сколько? 18 часов. Ну что же, Руслан, спасибо тебе. Пожалуйста. Не забудьте задать вопрос специалистам Роспотребнадзора. Сегодня необычный праздник. День граненого стакана. Именно в этот день, 11 сентября в 1943 году, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. Наверное, у многих людей он сохранился и является антиквариатом. Так что доставайте сегодня и сдувайте с него пылинки. На этом утренний блок вестей завершен. Следующий выпуск в 11.45 с Ашемезом Пхешховым. Удачной рабочей недели, хорошего вам дня и встретимся завтра. Продолжение следует...